Лето почти пролетело. Впереди отдохнувших ребят ждет новый виток обучения. Их заждались не только школы, но и учреждения дополнительного образования. Август месяц, когда уже можно записаться в кружки, секции, в студии, объединения по интересам. В нашем центре организуют работу пять отделов по направлениям деятельности. Это отдел художественного воспитания, где занимаются вокалом, хореографией, театральным направлением. Отдел изобразительно-декоративно-прикладного творчества, где у нас работают четыре студии со званием образцовый. Это и рисунок, и лепка из глины, это и студия моды дизайна, креатив, где навыки получают по моделированию одежды. Это и куколка, где можно научиться шить различные небольшие подарочные изделия, получить навык кройки в том числе. Бесспорно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок не просто сидел в телефоне или за компьютером, а был творческим, увлеченным, чем-то полезным. Вот, к примеру, танцы. Через образцовый коллектив «Променчик» прошли тысячи детей. Сейчас хореографией здесь занимаются как девочки, так и мальчики в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Дети у нас набираются с пятилетнего возраста, они проходят подготовительный уровень обучения, далее они проходят уровень базовый по программе, и после прохождения базового уровня они поступают на повышенный уровень изучения области хореографии, после чего они получают сертификат об образовании дополнительного министерского образца. Именно танцы развивают воображение, художественный навык и эстетический вкус, терпение и аккуратность. Самые преданные и увлеченные танцами ребята посвящают этому занятию все свои школьные годы. А завязавшаяся в «Променчике» дружба нередко продолжается и во взрослой жизни. Здесь я занимаюсь около одиннадцати лет, уже как я пошла в школу. Меня сюда, можно сказать, отправили по счастливой случайности, но я не пожалела, что я сюда попала. Это очень, очень ценный опыт. Вы путешествуете, и возможность найти друзей из верстников в школы. И как бы это воспитание, можно сказать, становление твоего характера и осанки, фигуры и так далее. Самому заинтересовать, а тем более обучить азам многих востребованных профессий, организовать интересный и полезный досуг, конечно же, сложно. В этом мальчишкам и девчонкам на помощь приходят педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. Наше направление достаточно трудозатратное и требует усидчивости. Нынешние дети хотят все и сразу. У нас не получается так всегда, потому что научиться шить на швейной машине, делать одну строчку, две недостаточно. Прямая строчка, она ровная. А если шить изделия другой формы, значит, надо, конечно же, переделывать. Поэтому детей пугает распороть, переделать заново. То есть зачем, если можно пойти купить в магазине готовое. У некоторых такое отношение. Поэтому они не выдерживают и уходят. Кто-то возвращается потом. Но в большинстве своем дети приходят и остаются. Главное заинтересовать. Каждому найти свой подход. В центре дополнительного образования ни один ребенок не останется незадействованным. Ведь здесь действуют разнообразные кружки. Дети могут научиться дизайну одежды, интерьера. Рисовать, вышивать и шить. Петь и танцевать. Играть на гитаре или фортепиано. Можно также развивать интеллектуальные способности. Освоить игру в шахматы. Попробовать себя в фотоискусстве. Овладеть английским языком. Стоит прийти и записать своего ребенка. Мы в прошлом году попали сюда на день открытых дверей. Но не получилось записаться на шахматы. А на мягкую игрушку нам записали. Ребенок год отходил. Теперь он хочет опять на мягкую игрушку. И вот учитель разрешил еще на шахматы записаться. На пешки и орешки. Сюда ребенок добирается самостоятельно. Второй класс. Ну, второе. Мне здесь нравится, как вот преподают. Подход к детям такой вот. Вроде бы как и к школьникам. А с другой стороны, ну, как к детям. Так вот, заботливо. Ну, и здание не очень большое. Дети здесь не путаются. Кто еще не успел записать своего ребенка на кружки, 3 сентября в Центре дополнительного образования детей и молодежи пройдет день открытых дверей. Продолжение следует...